Ключевой тренд, который собирает все три этих тренда и технологические, социальные, рыночные, это то, что среда становится медиа. Вы сидите в аудитории, вы не знаете, кто вас снимает, вы не знаете, записывает ли кто-то вашу речь, выкладывает ли он сразу эту информацию или нет. Мы не понимаем, как ведет себя ребенок, когда он находится в среде. Но мы точно знаем, что большое количество фотографий, которые выкладывают и родители, и другие люди, говорят о том, что ребенок постоянно находится в среде. Социальный тренд состоит в том, что как только мы выкладываем фотографии ребенка, сразу начинается обсуждение. И мы понимаем, что те компании, которые хотели бы использовать информационно-коммуникационные технологии, то есть рыночные тренды, они делают это. Поэтому можно сказать, что все три тренда, они так или иначе сливаются в одном большом тренде, среда становится медиа. Успешные компании, и когда я говорю успешные компании, это не обязательно большие компании, это могут быть как раз очень небольшие компании, прекрасно понимают тренды. Именно поэтому они создают цифровые сервисы, потому что основной тренд мы с вами так или иначе начинаем жить одновременно в нескольких средах. Мы живем в реальной среде, мы живем в среде фантазий, социального мира, в данном случае социальных сетей, онлайн. И скоро мы будем жить с вами в цифровой среде. Горизонт прихода этого тренда это 2020-2025. То есть в ближайшие 3-4 года мы очень ярко увидим эти изменения. В качестве примера появление дополненной реальности, и мы знаем, что уже дети имеют возможность дополнять реальность, есть специальные детские очки, поэтому не видеть эти тренды и не использовать их в бизнесе, ну я бы сказала так крайне неразумно. Нужно понимать, что маркетинг за последние два года изменился значительно сильнее, чем за предыдущие 20 лет. Это говорит о том, что компании должны изменяться, и те изменения, о которых я говорю, это трансформация функций маркетинга в первую очередь, и как следствие трансформация операционных моделей бизнеса, которые позволяют собирать денежные потоки с рынка. Если этого не делать, то, к сожалению, выручка падает и будет падать в дальнейшем. Именно поэтому на нашем форуме мы хотим показать наиболее яркие и эффективные решения, которые позволят компании быть устойчивыми на рынке, и пошаговый алгоритм на примере кейсов, как это можно реализовать в своей компании.